Привет, друзья! Помните, я вам как-то в одном из своих выпусков говорила о том, что в этом 2016 году я буду больше внимания уделять поддержанным автомобилям, как конкретным моделям, так и конкретным агрегатам? Так вот, снова настал час конкретного агрегата. BMW мотор 4.4. Этот же мотор зачастую называют 5-литровым. По своим ходовым характеристикам и по тому, как едут машины с этим силовым агрегатом, ну очень редко с чем можно их сравнить. Это просто действительно великолепно. Но стоимость ремонта этого мотора в основном превышает полмиллиона рублей. Поддержанные X6 сейчас можно купить от миллиона 100 тысяч рублей, а потом приехать еще на полмиллиончика. Так вот, как не приехать, почему это происходит, как чинить и так далее и тому подобное. Ну, в общем, все об этом моторе сейчас постараемся рассказать. Ну и так же, как в ситуации с лендровером, фильтром и так далее, всегда есть информационный партнер, который делится информацией, местом съемки и так далее и тому подобное. Но главная информация, конечно же, в данном случае это сервис BMW, профи-сервис-клуб. Вот. Большинство парней, особенно молодых, думают, вот я купил себе машину с пробегом 80. Прекрасная европейская машина. Что ей может быть с этим пробегом? Ошибочка. Например, вот эта вот семерка BMW с точно таким же силовым агрегатом имеет пробег 57 630. То есть, чуть более 57 тысяч километров. 516 тысяч рублей заплатил хозяин этого автомобиля буквально вчера. Так почему же в Германии эти моторы ходят по две сотни? Мы-то что делаем не так? А может, не мы? Ну, в общем, давайте все подробно сейчас по очереди расскажем. Сережа. Добрый день. Здравствуйте. Слушай, мне часто пишут ребята, съездил на дачу обратно 200 километров, у него литр масла ушел. Пишут, типа, мне показалось или это реально так и было. Бывает такое? Ну, вообще, это уже клинический случай. Как правило, начинается все с того, что после замены масла люди начинают обращать внимание на то, что пишет датчик уровня масла. И раз в полторы тысячи, потом раз в тысячу, раз в пятьсот километров приходится доливать масло. По литрушечке, да? Да, по литру масла, учитывая, что здесь 10 литров в самом двигателе, ну, это очень много уже, слишком большой расход. Так, тогда расскажи, пожалуйста, о симптомах. Помимо расхода масла, есть же какие-то симптомы. То есть, с чего начинается? Вот самое главное, с чего это начинается? Самый главный симптом – это на холостых оборотах сизый дым из выхлопной трубы. Постоять 10 минут, на холостых оборотах мотор поработает и немножко погазовать. И сразу же все понятно. Запах горелого масла из выхлопной трубы и достаточно сильный сизый синий дым из выхлопной трубы. Ну, то есть, это то, что самый обычный обыватель может увидеть и услышать. То есть, когда вы такую машину смотрите, подержанный, даже до диагностики, чтобы не тратиться на диагностику, вот можно вот так сделать. Правильно я говорю? Сервис не приезжать, да. На этих моторах первое, что нужно проверить, это вот такую простую проверку. Да, потому что каждый раз за диагностику вы заплатите, там, в зависимости от сервиса, от 2 до 5. Можно и тысячу рублей, можно и не платить. Вот, то есть, что еще дальше? Что происходит, помимо вони из трубы и сизого дыма? Ну, как... Угар масла. Клиент вряд ли что-то может заметить, потому что... Не, ну, угар масла, ты же сказал, правильно? Расход масла. Расход масла, да, это самая главная проблема в этих моторах. Лампочки загораются какие-то на консоли? Да, там есть датчик уровня масла, и он... И вот он загорается, да? Да, что нужно доливать литр масла. Моторный эктек открываешь, а тут красота. Сереж, поставь-ка крышечку вот эту. Красота. Все так плотненько друг к другу. Радиаторы закрыты. Мотор накрыт красивой декоративной пластиковой крышечкой. А вот тут вот, между прочим, под этим пластиком расположены 4 радиатора встык друг к другу, которые на наших очень грязных дорогах постоянно забиваются. И дальше, если вы подумали, что вы нашли хорошую мойку, а на самом деле на мойках это нормально никто не сделает, и вам что-то там раскрыли, расковыряли и типа промыли, считайте, что вы сделали намного хуже. Потому что нормально они промыть это не могут. И пух, который собирается у нас тополиной в июне, он собирается такими вот катушками, как ватой. И вся эта вата, вот представляете, вы радиаторы в ватой обложили. Что произойдет? Правильно, Глаголю? Да, соответственно, двигатель начинает работать уже не в том тепловом режиме, в котором он рассчитан. Да, это причина номер раз, правильно? Ну, она же в основном и основная для вообще всей неисправности, для многих деталей, которые... Я правильно понимаю, что причина номер два – это режим эксплуатации, это пробки, это как у этой машины, у... Как правило, все семерки, да, это... Представительский, это под водителем? Да, водитель приехал, стоит на холостых оборотах, работает машина. При забитости вот этого радиатора у нас мотор нормально не охлаждается. Естественно, если мы будем дальше смотреть, вот под эту крышку, да, есть система вентиляции, которая должна работать. Здесь ходит масло. Весь этот пластик, он начинает перегреваться. Вот эти трубки охлаждения турбин, они тоже начинают резинки изнашиваться, сохнуть. Также есть внизу, под турбинами, есть металлические трубки, тоже масло ходит. Естественно, если масло не менять вовремя, и мотор работает на холостых оборотах, это значит, не самый лучший режим для давления масла, для прохождения масла по двигателю. Масло начинает откладываться на вот этих трубках, и забивать их, и переставать нормально вообще циркулировать по двигателю. Теперь про то, что такое менять масло вовремя. Моторы BMW безщуповые. Дальше, на ТО вы приезжаете по диалоговому окну, которое загорается у вас на консоли, правильно говорю? Да, но так денег не стоит. А зачастую оно загорается раз в 30 тысяч, народ радуется. Моя машина практически не кушает моих денежек. Я на ТО езжу раз в 25, раз в 30, в отличие от Леночки, которая на ТО ездит, раз в 8. И что дальше происходит? Ну, раньше, дальше происходит повышенный износ масла, и при этом он начинает его есть. Он начинает его есть. Он начинает есть себя, я бы сказала. Начинает неправильно работать вентиляция картера, начинает изнашиваться, опять же, из-за вот этого теплового режима перестает нормально работать внутренние части двигателя, такие как маслосъемные клапачки. Это резиновая деталь, которая просто-напросто ссыхается. Предлагаю пойти на разобранном моторе это показать. Покажем все. А вот он наш герой в разложенном виде. Вот это блок, как вы понимаете, вот это головки блока, а вот это трубки на турбину. Да, блоки цилиндров стоит, трубки подачи масла на турбину. Вот смотрите, ребята, если вот эти тонюсенькие трубки засорены, вот как масло будет подаваться на турбину? Правильно говорю? На турбину стоит под 100 тысяч, если официально покупать у дилеров. Соответственно, при снятии турбины всегда меняются вот эти трубки. Это даже технология БМВ. Естественно, если масло загрязняется и не менять его там, если его менять реже, чем 10 тысяч, то масло теряет свои свойства, оно вот становится уже загрязненным и вот по этим трубкам нормально не ходит. Давай, Сереж, тогда по этапам. Вот это мы рассказали про трубки турбины. Вот это одна из проблем. Какие еще? Ну, то есть внутри, если чуть в технику вдаваться... Сначала есть система вентиляции картера, которая начинает работать, которая отбрасывает масло в картер и не дает ему быстро очень изнашиваться. Вот эти трубки тоже пластиковые. Опять же, возвращаясь к радиатору, если засорено, то здесь все, как правило... Они же плавятся. Ну, они не плавятся, они высыхают и разрушаются. Соответственно, перестает нормально отбрасываться масло. Первая причина очень быстрого износа масла. То есть с этого все начинается? Хотя вот это, в принципе, стоит относительно недорого. Если вовремя поменять и вовремя менять масло, то, как правило, жизнь двигателя очень сильно продлевается. Вот. Таких элементов 4, в общей сложности где-то в районе 10 тысяч рублей получается. Ну и плюс замена там тысяч 8. Смотри, я трубку положила, с нее масло какое-то черное, натекло, прям черная лужа. Старенькая, да? Поэтому надо масло менять вовремя. Масло, видимо, не менялось, как положено. Точнее, может быть, и менялось раз в 10 тысяч. Но... Но этого мало. Когда машина стоит и работает постоянно, то тут уже в расчет принимаются моточасы работы двигателя. То есть это уже там не 10 тысяч, да, это уже равносильно 20 тысяч. Ну, то есть, исходя из этого, мы можем дать полезный совет, который мы уже вкратце поверхностно упоминали. Если вы хотите купить подержанную именно семерку BMW, обычно это будет машина из-под босика. То есть он ездил с водителем, водитель его ждал, грелся. На пробег смотреть не нужно. У машины 50 тысяч пробега, ремонт силового агрегата. Здесь роль играет моточасы. То есть эта машина, может, на 200 тысяч уже настояла. А вот эта клапанная крышка, сейчас я подниму. В ней тоже встроена система вентиляции картера, которая тоже очень сильно зависит от теплового режима двигателя. Вот она пластиковая, также этот пластик начинает ссыхаться, также из-за качества масла. А поверни на камеру, чтобы видно было. Вот пластиковая. Да, вот пластиковая. Но это еще в принципе в более-менее нормальном состоянии. Вот остатки, кстати, масла, которое было не вовремя поменено. Соответственно, вот такие же все части. Пригоревшие, да, получается? Слушай, а кастрол был, очевидно, да? Судя, потому что он сгоревший, кастрол. Недавно. Соответственно, вот такие же отложения, они находятся и вот здесь. С недавних пор можно поменять вот эту штуку отдельно. Раньше надо было менять все вместе. Соответственно, учитывая, что это алюминий, достаточно серьезная и дорогая деталька была. Вот, менять обязательно, потому что раз уже разобрали двигатель, и учитывая, что был жор масла, в любом случае здесь уже загрязнено и работает это неправильно. Кстати, смотри, в каком состоянии прокладка. Это опять же говорит о том, что температурный режим двигателя был нарушен. Прокладка должна быть резиновой, эластичной. А здесь, смотрите, ну вот покажу очень просто. Видите, она не гнется, а она ломается. То есть она должна быть как ластик. Вот она должна быть приблизительно вот такая. А вот она в некоторых местах деревянная прямо. И здесь она просто развалилась от того, что потеряны свойства резины. Правильно говорю? Да, при демонтаже отвалилась. Слушай, ну а сама турбина? Ну, в нашей ситуации она, в принципе, нормальная. Опять же, если знаете, как она работает. Ну, а обычно, обычно как бывает? Соответственно, вот. Ноголовка не хочет. Вот идет крыльчатка, которая должна работать ровно-ровно. Турбина, как все знают, раскручивается до оборотов 20 тысяч. Естественно, масло должно в нее поступать всегда и под нормальным давлением. Соответственно, здесь у нас еще в нормальном состоянии турбина. Ну, как правило, из-за того, что масло не подходит. Вот, кстати, сливная трубка. Опа! Она автоматически, это антифриз. Сливная масляная трубка, она тоже автоматически меняется при снятии турбины. Мы ее будем тоже менять, соответственно. Вот и все. А вот сюда вот оно подается. Кстати, тут он уже черненький тоже. Масло здесь было уже загрязнено. То есть, основная проблема возникает из-за того, что в турбину начинает плохо подаваться масло, правильно? Как правило, турбины выходят из строя, в первую очередь, именно из-за этого. Поняла. Значит, мы уже говорили о том, что на холостых оборотах, в этих моторах, ну и вообще, в принципе, в моторах давление масла не самое лучшее. И в идеале, конечно, они работают от 2000 оборотов в минуту, да? На примере вот этой шейки коленчатого вала мы видим, что часто работало на холостых оборотах, и давление было недостаточно. А как ты видишь это? Ну, здесь вот есть вот-вот он износ. А, вот по этой малюсенькой... Пятнышке, да, здесь это вообще не должно быть. Вот, соответственно, здесь должна быть поверхность прям зеркальная, и никаких не должно, там, пальцами не должно чувствоваться никаких, там, шероховатости даже минимально. Судовые курицы. Страдает, естественно, да, не шейка. Шейка же вот эта, а вот сам вкладыш, да? Страдает именно вкладыш и меняется именно вкладыш, потому что вот это технологичные детали, и менять их просто так, конечно, смысла нет. Вот он вкладыш, вот здесь вот здесь вот есть, уже видно, что он начал изнашиваться. Ну, раз разобрали, очень хорошо его поменять сразу же, чтобы уже исключить варианты какие-то негативные. В общем, для себя мы вот как это все смотрим, то есть, если старую цепь, это больше мы смотрим ее на месте, как она происходит все, то есть, если есть растянутость, то есть, мы ее поднимаем, она на звездочке не плотна. Да, то есть, это когда она на моторе стоит, вы же так ничего понять не можете. Если цепь снята, то есть, взять старую цепь и новую, вот расположив ее вот так, она прогибается. Новая стоит более ровнее. А, вот эта чуть-чуть прогнулась, да? Да, вот такой вот момент, вот она прогнулась. А новая будет абсолютно ровная? Политически ровная. То есть, она может держаться прям ровно? Она настолько звенья друг к другу жестко, да? Да, такие звенья жестко. Обалдеть. Слушай, а на моторе, когда она стоит, что происходит? На моторе, там происходит как, есть вот, допустим, ванусы, да, исполнительные, то есть, когда цепи все натянуты, натяжители натянуты, то есть, за цепь можно, вот, когда все натянуты плотно, если растянуто, мы можем ее приподнять. Прям пальцем можешь, да? Приподнять, вот таким вот образом, и видно, что она растянута. И это уже все? Это уже, да, это подлежит замене детали. Неисправно. Причем однозначно, если разобрал на 60 тысяч счет, можно, давай меняем, не меняем, да? Слушайте, так мотор, по идее, должен звенеть уже, слышно, что цепь гремит. Да, при запуске очень хорошо это проявляется, то есть, звук при запуске такой. То есть, запустил, и из-под капота прям слышишь металлическое погромыхивание, да? Это цепь? Да, это цепь. А я слышала, что у этих моторов цепь растягивается из-за того, что масляные канальцы, по которым поступает на нее масло, очень тоненькие. Они быстро забиваются, масло перестает на нее капать. И из-за этого цепь начинает растягиваться, из-за того, что она без смазочного материала работает. Да, естественно, конечно, потому что цепь – это тоже металл, и она тоже должна смазываться, и эти отверстия технологические для этого и нужны, чтобы ее смазывать, и она не изнашивалась за короткое время. Ну, то есть, вот то, что я сейчас сказала, это так и есть, да? Да, это именно так и есть. По большому счету, все причины, короче, от масляного голодания, да? Да, в принципе, да, мотор – это должен быть всегда в смазке, должен быть нужным давлением, поддаваться он должен на все, если там есть каналы, для чего нужно. Он должен смазаться. Давление масла, частота масла и температура масла. Три составляющих. Так, ну, то есть, подожди, давайте тогда сначала. Что нужно делать, чтобы, вот как ты сказал, масло с хорошим давлением и т.д. и т.п.? Ну, первое – это что, мы вовремя масло менять. Что такое вовремя? Ну, как минимум, раз в 10 тысяч, а лучше раз в 8 тысяч менять масло. Вот у тебя БМВ? При нормальной эксплуатации, конечно. Конечно. Как часто масло меняешь? Я меняю раз в 8 тысяч. Какое масло? Ну, сейчас, на данный момент, БМВ рекомендует шелл. Мы заливаем шелл масла и, в принципе, нареканий к нему нет. Слушай, раньше всегда же был кастрол, и все говорили, что он пригорает, да? Да, пригорает, мало того, и отмечали вот эту грязь, которую на клапанной крышке показывали. Это кастроловская история. Да, особенно, если чуть-чуть больше, там, пробегает машина больше 10 тысяч, хотя грязи еще больше было. Ты с шеллом прям даешь разницу? С шеллом есть все-таки разница. А какие-нибудь еще масла? Ну, есть еще очень хорошее масло Матюль. Тоже хорошее, тоже поведение. Считается очень хорошим, да, и люди довольны. В общем, совет номер раз. Меняем масло минимум раз в 8 тысяч километров пробега. Дальше. Ребята, все говорят о том, что проблемы с моторами этих машин, в том числе, связаны с эксплуатацией в пробках. Правда? Соответственно, да. Чем пробки плохи? Мотор работает в режимах, ну, а, это масло, давление не достает масло, потому что это режим, как правило, холостых оборотов. И, б, это он нормально не охлаждается, потому что мотор изначально спроектирован более горячим, так называемым. То есть, если раньше 98-го. Высокая температурная нагруженность. Температура, да, для двигателя рассчитана. Теперь это 108 градусов. Поняла. Слушай, а если выезжать периодически по выходным, и давайте там продуться своему 4,4, там, по 130 по магистрали, максимально разрешенное. 130 максимально, 120? 110. 110, и на М4 точно есть участки. Нет, там участки 130, и на магистрали они уже регулируют сами скорость. А, ну, в общем, я знаю, на М4 у нас, по крайней мере, 130 есть кусочки. Это очень полезно для двигателя, эти двигатели на это и рассчитаны, они так и должны работать. Как часто дать ей так продуться нужно? Ну, чем чаще, тем лучше. В общем, губительно редкое ТО, очень плохо пробки. Периодически давать ей продуться по трассе хорошенечко. Что еще можем посоветовать? Проверять на загрязненность радиатора обязательно. Как часто нужно это делать? После зимы? Раз в год достаточно? Ну, как правило, это делается либо после зимы, либо это делается после июля, после вот этого тополиного пуха нашего. То есть проехали весь тополиный пух, по крайней мере, в нашем регионе это июнь, да? Июль. Июль. Проехали тополиный пух, поехали, почистились, по крайней мере, раз в год. Это в мыл-минус. На мойку нельзя в специальные места какие-то, да? Да, потому что забивается и становится прям войлоком. Раз в 60 тысяч приходится менять вот эти трубки, которые я показывал. И, наверное, теперь это уже проще, то есть это не клапанные крышки. Снять клапанные крышки, естественно, возникнет новая... Прости, пожалуйста, вот не та трубка, которую я показывала, а вот та пластиковая трубка, которая совсем недорогая, стоит там какую-то копейку. В комплектах будет в районе 10 тысяч стоить. Замена не очень удобная, поэтому там замена будет в районе 8 тысяч, если мне не изменяет. Ну, по крайней мере, это не 500. Ну, это не 500, да. И это достаточно хорошо помогает дышать в масляной системе двигателя. Все рекомендации, все, что мы можем посоветовать? Ну, из... вот, наверное, да. Наверное, выбор топлива еще. О, качество топлива, ребят, конечно, основное. Качество топлива, как детонировать бензин автомобиля в двигателе, в камере сгорания, то есть от этого и зависит срок службы двигателя. То есть, если бензин некачественный, то есть у расхода идут уже форсунки, которые исходят немало денег, свечи и катализаторы. Катализаторы в том же случае. Ребята, пятое или восьмое? 95-е или 98-е? Какое топливо? Представительство БМВ нам, мы здесь общались с представителями БМВ, они сказали такую вещь. Мы, говорит, постоянно проверяем качество топлива на разных заправках. И, как правило, 95-й бензин по всем показателям это 92-й носик. Да вы что? Поэтому, наверное... Даже на хороших заправках? Ну, да. Представительство по поводу гарантийных ремонтов двигателя и так далее, они периодически проверяют вот эти вот вещи. Короче, 98-й приходим к выводу? Опять же, сложно сказать, потому что 98-й это металлические присадки в топливе. Но нам нужно посоветовать людям хоть что-то. Ну, наверное, все-таки 95-й периодически, 95-й ультимейт какой-нибудь заливается с эффектом чистки топливных форсунок. И при этом, при всем том, что мы сейчас перечислили, если все это делать, сколько живет мотор в среднем? Сколько? 100, 150, 200. До 200 он может дожить? Да, вполне может. У меня был клиент, который проехал 280 тысяч на таком двигателе. Но у них, правда, эксплуатация, там, командировка 3000 километров туда. Трассовый ход. Трассовый ход. И, соответственно, да, делалось все, что необходимо. То есть, из машины следили прям постоянно. Раз в 10 тысяч, это было там раз в два месяца машина заезжала. Соответственно, мы проверяли постоянный радиатор, чтобы были чистые. Мы проверяли вот эту систему вентиляции, вовремя меняли. Машина-то ездила на самом деле 280 тысяч. Да, она начала есть масло к этому моменту уже. В принципе, литра на тысячу уже ела. Ну, продалась. Насколько я знаю, до сих пор ездит еще. Не в таких режимах. Там уже, может быть, с двигателем что-то сделать, потому что она продалась на Кавказ. А теперь, ребята, давайте уроним скупую слезу. Потому что я достала калькулятор, и разговор у нас пойдет про деньги. Сколько-сколько? Ну, изначально самый дешевый вариант, мы так не делаем. Это только, если без гарантии, люди делают, и, наверное, только на продажу. Это где-то в районе 120, я знаю такие случаи, в районе 120 тысяч рублей. Это без снятия головок в опы цилиндров. Просто вынимается двигатель, снимаются клапанные крышки, меняются маслосъемные клапачки. Способ не очень хороший, с точки зрения того, что разбиваются направляющие втулки выпускных клапанов. И, соответственно, клапан уже ходит при своем рабочем ходе. И, соответственно, вот эти вот направляющие, как правило, нужно менять. Если менять эти направляющие, соответственно, уже снимаются головки блока цилиндров. Здесь уже сумма в районе 270 тысяч рублей получается. Со всеми расходниками. Меняются те же маслосъемные клапаны. Это не плюс 120, это... Нет, это всего 270. 270. То есть 120, это если человек хочет кому-то эту машину, простите, дальше впарить. Впарить, да, то есть это по-другому не назовешь. Да, то есть, подожди, а если... Потому что, как правило, этого хватает, ну, тысяча на 2-5. Если такая машина приедет на диагностику, вы поймете это? Вы там или кто угодно? Очень сложно это понять. Если вот только что сделано, то понять это очень сложно. Но возможно или вообще... Нет, в этот момент она будет нормально работать и будет, опять же, не будет вот этого расхода масла бешеного, не будет вот этого дымления. Да, печально. Дальше будут разбиваться вот эти места и маслосъемные клапачки опять придут в негодность. Через какое-то время. Короткое. Этим опасен, да, этот способ замены. Так, 270, это как-то по-доброму, хорошо или это тоже полумера? В принципе, это стандарт, это чуть-чуть больше, чем делается у дилеров. У дилеров не меняется направляющая клапанов, потому что это, в общем-то, уже нестандартная работа. Дальше уже идет, вот когда разбирается, естественно, он разбирается вот до такого вида, дефектуется дальше весь двигатель. Да, вот на данном моторе мы решили поменять еще маслосъемные кольца на поршнях. Так. Автоматически они за собой потащили, так как это снимается вместе со вкладышами. С цифрами, Сережа, пожалуйста. Потащили все вкладыши, там ориентир идет в районе 110 тысяч. Это плюс к 270? Да. Так, уже 380 мы имеем. Говорили о цепях. Здесь, вот в этом моторе, я сейчас покажу, вот просто развалившийся натяжитель, успокоитель. Здесь башмачок. Башмачок, да, вот он тут тоже сломался. Соответственно, цепь была растянута. Все цепи на замену, еще 60 тысяч. Также в этом моторе отвалилась крышка с исполнительного узла системы изменения фаз газоиспределения, так называемого ВАНОС. ВАНОС, да. В идеале его тоже на замену. Было таких два узла, два нормальных, два вот в таком виде. Соответственно, они по 23 тысячи каждый. 23, то есть 46. 46, да. Уже 486 получается. Да. Соответственно, возьмем самое еще основное, о чем мы на этих моторах еще не говорили. Форсунки. Топливные форсунки. Сколько раз они раз 16 менялись? На этом моторе они стоят третьего исполнения. Нужно тут почетче посмотреть. Вот, ну, прям написано. 03, да, да, да. Вот. Было предложено тоже владельцу поменять, потому что мы можем сейчас их поставить, они могут просто не работать. Соответственно, и могут не заработать потом, через месяц, через два. Это вообще гидроудар двигателя, ну, вплоть до гидроудара. Короче, все сначала тогда. Наливают топливом, ну, это до замены двигателя. Угу. Угу. Соответственно, каждая форсунка по 13,5 тысяч. Их тут восемь. Прежде 8, 24, 80, 24, ну, 115 тысяч, грубо говоря, дополнительные. Ну, в общем, всякие помелочи, там, вот эти вот вентиляции, которые параллельные, ну, это входит в 270. В принципе, вот, по сути, турбины на этом моторе нормальные. Трогать мы их не будем. Слушай, у меня вообще больше 600 получилось, так, если с плюс, по мелочи. То есть, этот человек 516 еще нормально так отделался. Да, у него были только цепи, и мы там не меняли, по-моему, кольца. А, форсунок там не меняли, там форсунок нормальный. Смотри, вот то, что ты рассказал, при тех симптомах, которые мы говорили в начале программы. Это типичная история, то есть, это типичный ремонт. Его можно сделать, как на продажу, чтобы кому-то потом загнать эту машину за 120, если мы делаем эту машину себе. Ну, причем за 120 еще надо поискать, что кто-то сделал, потому что очень многие понимают, что это ненадолго, да. И просто не берутся за такую гадость. Как говорится, люди, которые ездят на таких машинах, им нужны гарантии. И, как правило, делать без гарантии, очень многие просто отказываются. И даже не только у дилеров, да. Ну, тогда, все-таки, Сереж, возвращаясь к вопросу, это типичная история? То есть, типичная история – это полумиллионный ремонт? Ну, стандартный – это вот 220-270. То есть, 220 – это без направляющих втулок клапанов, 270 – это с направляющими втулками, грубо говоря. А как же форсунки? Они так часто меняются? Ну, форсунки после девятого исполнения, в принципе, их можно оставлять. То есть, здесь машина приехала своим ходом, и мотор работал, в принципе, нормально. Мы просто знаем, что третьего исполнения эта форсунка в любой момент может выйти из строя, поэтому предложили их поменять. То есть, в основном человек может в три сотни уложиться? По сути, да. Может быть. Ну, опять же, вот сколько моторов разбирали, а цепи подрастянуты на всех. Разобрал двигатель, и не поменять цепи, ну, наверное… А цепь-то сколько, сказал? 60? В районе 60 тысяч там выходит. Там успокоители, натяжители, там два набора, получается, на две головки. Соответственно, там в итоге получается плюс 60 тысяч. Ну что, друзья мои, мы вам рассказали, как постараться этот мотор поддержать в работоспособном состоянии. Вот у Сергея есть опыт вплоть до 280 тысяч километров пробега. 280 вам никто не пообещает. Но говорить о реальных, нормальных, разумных цифрах хотя бы в две сотни можно. Дальше мы вам рассказали, сколько стоит какой ремонт. Почему он столько стоит, мы рассказали конкретно, подетально, по частям силового агрегата. А дальше я вам хочу напомнить о том, что купить эту машину можно очень дешево. Но нужно понимать, что начиная от бензина и заканчивая частыми ТО, содержать ее очень дорого. И я вас очень прошу об этом помнить, когда вы покупаете себе BMW с таким великолепным по эксплуатационным характеристикам мотором, как 4.4. Битурбо. Битурбо.